Реклама 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 что 21 день он пробыл на одной из гор в Японии, там были определенные видения, где он видел знаки, которые были ему показаны, что именно вот эта энергия, энергия рей, то есть рейки, такая божественная энергия, по его пониманию якобы способна давать человеку, пронизывать человека и давать ему способность исцелять самого себя и других людей. Затем он поехал учился какое-то время в Англии, потом опять вернулся, якобы там ему тоже попались такие вот книги, которые он обнаружил буддийского происхождения, где в общем-то подтвердилось его учение по поводу исцеления рейки. Там вот на горе были ему показаны эти символы рейки, которые он мысленно начертал перед собой, и вот таким образом эта энергия, космическая энергия, дала ему способность исцелять людей и самого себя. Но многие даже последователи замечают, что, по-моему, он даже не дожил или только совсем немножко прожил чуть больше 50 лет, всю жизнь ходил в очках с большими линзами. Тоже многие его адепты, я, кстати, смотрел некоторые форумы в интернете, где они получают эту инициацию рейки, они задают там вопрос, а почему он не исцелил себя и не исцелил свое зрение, на что их такой, так называемый, гуру там отвечает очень уклончиво и, в общем-то, уходит от этого вопроса. Само по себе учение рейки носит, как я уже сказал, действительно оккультный характер. Это, в общем-то, ягода, такая волчья одного и того же поля, о котором мы с вами говорили ранее, когда говорили о восточных практиках, даосизма. Это нечто подобное той же энергии ци, когда мы говорили с вами о цигун, здесь только, так скажем, декларируется другая энергия, энергия рей, которая способна, как уже было сказано, якобы исцелять человека. И вот учение носит оккультный характер, само слово по себе японское. Первый иероглиф рей означает «таинственная сила», если более пространно об этом сказать, или «трансцендентальный дух», «высшая вибрация». А второй иероглиф ки означает «жизненная сила», «свет», «энергия», «биоплазмы» и прочее. В целом, как сообщает, например, учебное пособие рейки, это некая универсальная сила и энергия жизненной силы. И в результате вот усую своих исканий, как я уже и сказал, сталкивается с этими буддийскими текстами, начинает их позиционировать, плюс свой опыт. В этой организации, проще сказать, секте, рейки, подаются людям различные инициации. И причем учение как такового, какого-то серьезного, это течение сектантское в себе не несет. Все больше в некой мере передается от учителя к ученикам, и они там получают первую инициацию за определенную сумму. Она не очень дорого, там примерно 100 или 300, может быть, долларов. Вторая инициация уже подороже, там в районе, может быть, 20 тысяч. Ну, а третья инициация, там уже не одна сотня, да, и не одна тысяча долларов. Это может быть и 10, и 15 тысяч долларов. Микао Усуи сначала передавал инициацию только мужчинам, но потом в дальнейшем его последователи инициировали одну из женщин, которую звали Токата. И вот эта Токата, она стала инициировать и людей в Европе, и в Америке, передавать им эту якобы жизненную силу, энергия рей, да, и энергетическая сила Ки. И если сказать, хоть что-то есть и можно найти в их учении, то нужно сказать, что также здесь замечается и синкретизм синтаизма, и даосизма. Например, в некотором учебном пособии рекистов утверждается, которых очень мало, но тем не менее они есть, утверждается, что присутствует эта энергия рейки, присутствует во всех религиях, и что якобы даже сам Иисус Христос лечил ничем иным, как энергии рейки. И мы можем почитать, например, следующее утверждение у рекистов, цитата, «Наше целительство реки есть метод абсолютно оригинальный, и он не может не сравниться ни с одним другим методом в мире». Конец цитаты. И здесь надо сказать сразу, что рекисты, в общем-то, лукавят, в нашей стране подобные методики практиковала, например, известная Джуна Давиташвили, да, и большинство экстрасенсов, если не все, базируются именно на методиках подобного рода. Но ради справедливости надо заметить, что другие рекисты признают этот факт и считают утверждение уникальности реки заблуждением. И говорят, вот другая, например, цитата, на самом деле таких методов много, есть проще, есть сложнее и так далее. Также эта энергия называется душой мира или нетленным огнем, дыханием жизни, природой созидающей, светом сотворенным, одушевляющим. Это все выдержки из их учебных некоторых пособий, или вторичной причины, руахом и даже люцифером, и сатаной, и многими другими именами. И последователи Усу утверждают, что он, в существо, ничего, в общем-то, не придумывал, но замок открыл якобы некое старинное средство целительства с помощью наложения рук. И весь понятийный аппарат, терминология и концептуальные выкладки, как мы видим, заимствованы в большей степени из теософии Блаватской и соответствуют доктринам групп религиозного движения New Age. И также утверждается, что реки является не религией, а скорее подарком, да, сделанным Усу и людям. Рекисты сами себя, и сами же себя в этом вопросе, в общем-то, опровергают, и в своих наставлениях руководствуются, в своих наставлениях руководство по лечению, которое они дают, говорят, в общем-то, в частности, так. Вот еще одна цитата. Не забывая, запросив энергию Реки, обратиться к каналу с благодарностью до и после исцеления. Целитель начинает сеанс поклона, это рекомендация, складывая руки перед грудью с обращением к каналу Реки, ожидая ощущений поступления энергии в ладони. То есть, здесь очевидно, что просто это каким-то целительным практикам, не имеющим никакого отношения к религии, назвать нельзя, это лукавство, потому что есть поклонение. Потом, надо сказать, что в любом центре, так называемой Реки, целительном центре, можно увидеть при входе портрет Микао Усуи, которому тоже каждому человеку перед началом сеанса так называемого исцеления делается поклон и благодарность, что он сниз послал и открыл такую вот необыкновенную энергию, способную целить человека. То есть, мы видим, что воздается некий почести молитвенные, скажем так, почести самому основателю этого движения, также и каналу Реки. Это своего рода не что иное, как маги. И ее последователь должен, прежде всего, верить в канал, в силу, в действия знаков и мантр, которые также предлагаются для стяжания этой энергии. Реки есть много. Есть Реки Кундалини, сегодня уже новая, которая заимствована полностью своими медитативными практиками в йоге. Есть Реки даже деньги. Да, есть Реки Миллениум, есть Реки Платинум. Ну и все за это, чтобы обладать этой энергией, необходимо определенные суммы денег. И тогда вам передаст так называемый гуру этого движения. Свидетель Ансона Тауст писал следующее, что лучше остаться больным, нежели прибегнуть к завговорам и колдовству. Если кто-то и врачует человека с помощью нечистого, такой человек получит вреда боли, нежели пользы. Любой физический недух, пишет Свидетель Ансона Тауст, не так страшен, как тот вред, который наносит колдовство бессмертной человеческой души. И вот он пишет также в другом своем обращении, к своему паству, и к нам с вами, цитата, «Люди, внимающие словам колдунов, становятся прислужниками демонов, недостойными Божьей милости, в попытках улучшить свою жизнь, они навлекают на себя многие бедствия». Конец цитаты. «Хочешь ли удостовериться в будущем, исполняй предписание евангельских заповедей и ожидай наслаждения благами». Также по этому поводу можно найти много высказаний и преподобного Ефрема Сирина. И как происходит все на практике? Когда человек получает эту инициацию, то он получает первую ступень мастера Рэйки, и мастер Рэйки образует свой профессиональный кастовый круг, проводит собственные семинары, их множество можно найти в интернет-пространстве, на которых обсуждаются профессиональные, административные также вопросы, и только мастера вправе проводить инициацию, которая немного напоминает масонские мистерии. И, получив инициацию, Рэйкист не должен останавливаться, он лечит и продолжает работу над собой. И так далее. И все в таком нечистом духе. И якобы позволяет этому каналу, как писал Микао Исуи, открывшийся канал у инициенированного становится пожизненным. То есть, если человек открывает этот канал, то считается, как утверждал Микао Исуи, он у него пожизненно. Апостол и евангелист Иоанн Богослов предупреждает нас в своем послании, первое послание, четвертая глава, он пишет, испытываете духов, от Бога ли они? И далее говорит, всякие исповедующие Иисуса Христа, пришедшие во плоти, есть Дух Божий. И вот тут очень важно заметить эти слова, исповедующие, то есть, исповедание, это не значит, что признать, как рэкисты иногда претендуют, что они христиане, говорят о том, что Микао Исуи был христианином, но исповедовать Христа, это не означает, что признать, что Христос тоже там был, и тоже был великий там врач и целитель. Нет, исповедание Христа, эти слова, они даются, как слова пророческие. Исповедание имеет свое содержание, что и произошло в день Пятидесятницы, когда Церковь в своем апостольском восприятии получила всю полноту содержания православного исповедания, и лишь на соборах она утвердила то, как Церковь веровала в самых древних вивион. Такого исповедания мы не находим у рэкистов, и поэтому апостол Евангелистан Богослов говорит, кто не исповедует Иисуса Христа, это Дух Антихриста. Поэтому надо испытывать духов, испытывать, что это за энергии, а не быть настолько легковерными. Я по своей практике знаю, что ни один чин присоединения, который обычно у нас бывает каждые 3-4 месяца, в течение уже хотя бы последних 10 лет, скажу, что последователи рэки всегда присоединяются по 2-5 человек. Всегда есть в группе, а группа примерно 20-30 человек. То есть можно примерно за 10 лет увидеть. Это только те, которые дошли до, слава Богу, до центра реабилитации, раскаялись в этом, и стали действительно верными чадами Русской Православной Церкви. Поэтому те, кто находятся еще до сих пор в этом заблуждении и делают эти эксперименты с духами злого поднебесных, а многие люди об этом свидетельствовали, что их состояние, когда они пытались лечиться от рака или еще прочих заболеваний, стало еще хуже, а некоторых даже привело к смерти. И вот те, кто пытается дальше на этом зарабатывать, в общем-то, на горе других людей, будучи обмануты этим духом, я верю, что люди действительно находятся в искреннем заблуждении. Но надо сказать, что если человек в ложь уверил искренне, от этого ложь не станет никогда истиной. И поэтому просто призываю людей выйти, как сказано, выйди из нее, народ Божий, и признитесь к церкви своей, вспомнить о том, братья и сестры, кто этим занимается, что вы крещеные, православные люди, дух святой уже о вас позаботился, вы уже родились в младенчестве в церкви святой, соборной, апостольской. Никто из нас не выбирал, потому что крещение – это рождение. Как сказано, кто не родится от воды и духа, не войдет в царствие Божие. Поэтому Бог уже о нас позаботился. Никто из нас не выбирал родину, никто из нас не выбирал родителей, от которых нам родиться. И никто, особенно те, кто крещен в младенческой церкви, это великая милость Божия, что мы родились в младенчестве, Бог уже позаботился, мы уже крещены Духом Святым, мы уже нашли эту энергию, которая способна, если хотите, и благодатную энергию, и исцелять нас, и если нужно, подавать нам скорби и болезни для нашего исправления. Потому что мы находим слова в Священном Писании, сказано, страдающий плотью перестает грешить. Можно почитать книгу Иова Многострадального, к которому посылались страшные, послал всему болезнь, болезнь проказа. И что он сказал? Отрекся он от Христа, стал искать какие-то там целительные энергии или прочие вещи. Нет, он надеялся и полагал свою надежду от Бога. Он сказал, не жили только доброе мы будем принимать от Господа, а что-то, то, что для нашего испытания, исправления, плохое не будем. Нет, он, будучи поражен этой проказой от пят, от темени до пят, прославил Бога. И в конце был исцелен Богом, и дарован ему и богатство, было и деньги он потерял, и потерял здоровье, и семью, но всем был Богом вознагражден. Почему? Потому что он полагал свою надежду на Бога. Какими словами? Бог мне все дает, и если по своему усмотрению отнимает у меня, может быть и часть здоровья, может быть и благополучия, только ради того, чтобы мне помочь обрести Царствие Божие, обрести высшее блаженство. И мы видим, что восклицает пророк Божий Иов, и говорит, я знаю, Искупитель мой жив. Бог. Все от Бога зависит. Им все подается, и здоровье, и счастье, и благополучие. И как мы видим, что в этой истории, связанной с Иовом Многострадальным, Бог поругаем не бывает. Все Бог знает о нас, что нам нужно, и в какое время. И вот эти вот все целительные школы, все эти рекламные листки, которые на сегодняшний день разбрасываются, и вот я один нашел в своем почтовом ящике, даже его сфотографировал. Да, хотел ее сюда принести, показать, чтобы предостеречь, ну, не нашел, сфотографировал здесь, нашел, наверное, жена выбросила, да, она так делает, выкидывает, рвет на мелкие кусочки, что-то видит, что я уже использую, когда выбирается. И вот, что было написано в этом рекламном буклете. Первое, что они предлагают, якобы познавательный, лечебно-оздоровительный сеанс, второе, набор энергии из космоса. Слушайте, испытывайте духов, от Бога ли они? И снова хочется сказать, не все, что с неба, то от Бога, и не все, что с космоса. Мы знаем, что на небе произошла война между сатаной и Богом. И оттуда могут быть разные энергии, в том числе и бесовские энергии. Можно стать настолько одержимым бесом, что потом, не знаю, какая отчитка этому человеку, где она поможет. Они предлагают, пожалуйста, набор энергии из космоса, причем они говорят, мы не знаем, какая энергия, никакого определения не дают. Прокачка всего организма, третье, образно-энергетическая прокачка, прокачка позвоночника, медитация, три метода. Но если есть медитация, не говорите мне о том, что это не имеет отношения ни к какой религии. Медитация – это, в общем-то, аскетическая практика языческой религии, того же индуизма, того же доосизма. Энергетический массаж, распределение энергии, пятая, коррекция биополя, оболочка энергии в больной орган, формулы исцеления, одиннадцатое заряжение воды, мази и кремов, аффирмация, вот заряжение воды, мази и кремов. Хочу сказать, ну, по-моему, это уже проходили. Вся страна прикладывалась больными местами к экрану, когда там был Кашпир среди чумы, это Кашпир, Кашпировский и Чумак. Ну, это уже было, неужели опять? Защита, снятие порчи, сглаза, вемпиризма, подача лечебной энергии на расстоянии, контактный, бесконтактный массаж, да, и подарит вам в конце всего, как подарок такой, да, энергетический шар для очистки помещений, как бонус, там, тысяч за 10 долларов, примерно, если это, это, кто пройдет третью ступень рейки. Поэтому видим, что все, все это действительно, можно сказать, что здесь отсутствует страх Божий, что здесь нет страха навлечь на себя действительно наказание и сделать что-то неправильное, и люди проводят эти такие ужасные эксперименты над собой. Вот есть, например, другая ступень, ступень называется рейки-деньги, это совсем недавно я просмотрел этот ролик, рейки-деньги-практика, и здесь пишется, дается такая реклама, если ваше позитивное мышление не приносит вам значительных результатов в области финансов, да, значит, нужно исцелять вашу энергетическую систему. Люди со здоровыми энергетическими системами получают лучшие результаты от медитации и позитивного мышления. Существует три вида энергии. Это я читаю то, что они пишут, я ничего здесь вообще не придумываю дословно. Первое, ваша личная энергия денег должна быть, второе, родовая энергия денег, может, у вас там что-нибудь не так с родовой энергией денег, мы там ДНК подкорректируем, да, или духовная энергия денег. Изначально духовная энергия денег наполняется любовью, светом, великодушием, как они пишут, это чистая энергия денег, чистая энергия денег, интересно, да, которая существует на духовном плане. Я знаю, у кого деньги существовали на духовном плане, и он их поставил выше духовного плана. Был такой с нарицательным именем Иуда, да, из Кариот. Вот там вот деньги были действительно у него, то, что называется, не пахнут. И они говорят, что это чистая энергия денег, поможет вам, да, и в данное время энергия денег на нашей планете, вот тут глобализация пошла, да, на нашей планете стала несбалансирована, войны, бедность, жадность, многие другие проблемы, которые вызваны неправильным применением денег, добавили в родовую энергию денег много негативного, ну, вот такой вот горой-то город, да, как старая история, сначала шарашить, потом огорошить, по всему пройтись, а также ваш собственный род, вот тут что-то уже к новоязычеству ближе, к родноверам, который включает семью, социум, страну, рождение, имеет свои собственные наработки, энергии, денег, поэтому родовая энергия, денег, имеет много отрицательных потоков, а, понятно, то есть здесь они будут нам исследовать разные родовые моменты, я вот помню, был, сейчас скажу, где, был в монастыре в Александрово, недалеко от Александрово, в Махрах, да, Махринический монастырь, и передо мной стояли люди, чтобы подать записки, никого не было, стояла одна пара, и они сказали, а вот нам сказали, что надо как подчистить родовую энергию, да, ну, я православный миссионер не мог здесь не вступить в разговор, хотя когда не предпочитаю, никогда не делаю этого, если в храме там люди, они сами, но здесь я сказал, что вот, извините, представился, говорю, что я преподаватель Средневской академии, там, перевернский духовный семинарий, миссиологии, историю, религии преподаю уже 20 лет с лишним, поэтому это все очень опасные вещи, поэтому ничего такого не существует, минут 15, где-то минут 15 мне было достаточно, чтобы люди, что, ой, спасибо вам большое, мы все поняли, а то нам тут сказали, надо подать записку, да, за своих там, за такие родовые травмы, чтобы там подчистить, и какой-то обряд специальный сказали заказать, я говорю, таких обрядов и таинства у нас в церкви нет, подчищать какие-то родовые неправильные энергии денег, да, мы можем только молиться своих родственников, да, за крещённых родственников церкви, и вот дальше вторая ступень деньги-мастер тоже предлагается, да, эта ступень даёт три новых символа, работают на более мощных вибрациях, это пишут все они, снова повторяю, которые исцеляют, проявляют деньги в вашей жизни, ещё эта ступень даёт возможность обучать и посвящать других в эту цилическую систему, так вот, когда я это всё читал, мне кажется, что это были какие-то рекомендации на бухгалтерских курсах, но никак не духовных, до духовных каких-то практиках, вот, реки-деньги преобразовывают жизнь в самых наилучших, наилучшим образом и так далее, и мастер реки-деньги должен помнить следующие принципы, вот, какие ему даются, о нас всех заботится вселенский бог, да, а, нет, подождите, пишется, о нас всех заботится вселенная и бог, вселенная и бог с большой буквы, то есть здесь ини-янь, понятно, доброе и злое начало, всё тут уравновешено по их представлениям, каждый из нас идет своим путем в этой жизни, имеет свое предназначение, когда мы выполняем свое предназначение, обязанности, предписанным богом вселенной изо всех сил, помогает нам, то есть, мы выполняем все предназначенное богом, но помогает нам вселенная, да, вот вам пантеизм, там, языческий, вот, грязной воды, чистой воды сказать невозможно, третья ступень, реки, деньги, грандмастер, тоже здесь дается определенное, да, что вы уже велики за 10-15 тысяч долларов, да, и можете все это преподавать другим, тоже определенные суммы, и символ грандмастер, это трехмерная пружина, как они пишут, этот символ работает как магнит для денег, им можно намагнитить объекты, проекты и деньги, и тому подобное, очищение защищает ум, тело, дух, очищает кармические проблемы, скажите мне теперь, кармические проблемы, это, конечно же, не религия, это просто так, да, целительная практика без всякой религии, кармические проблемы, мы знаем, что такое закон кармы, закон кармы, это вечное перерождение для людей, если можно рисовать на вещах, деньги, финансовая бумага, или на воздухе по бумаге, или непосредственно бумаге, ручкой или карандашом, и далее, очищение с работами, девами денег, чтобы выполнить продуктивное очищение, вы будете должны работать с проводниками света и ангелами, с какими ангелами, мы знаем таких, одна треть часть отпала от Бога, известного, в начале еще сотворения мира и перед началом человеческой истории, девы деньги, это специальные проводники духа, какого духа, хочется спросить, слово повторить, испытывайте дух, от Бога ли они, и которые якобы помогают, очищают контракты, объекты, периоды, много другое, я вам скажу, что вот когда мы все это читаем, для нас, для православных людей особенно кажется, ну слушайте, ну такая вот чушь, как можно во все это поверить, но я вам скажу, что очень многие люди, бизнесмены, всем этим увлекаются, это примерно тем же, чем увлекается и вот так называемого одного огорода, опять же, это волчьи ягоды, это так называемый фэншуй, у меня вот эта книга, тут вообще говорить не о чем, я ее так почитал, тут полистал, тут все, куда поставить дома, как перестроить свое жилище, как там все распределить, какие цвета носить, какие цвета должны быть, стены, какие обои, какие полы, и все ради одного привлечения энергии, вот той же самой энергии рэки или той же самой энергии ци, и для чего, чтобы было благополучие, чтобы деньги телькили рекой, чтобы вот наслаждаться и всякая рекомендация там по здоровому образу жизни, из чего пить, из какой чашки там и с какой ложкой есть, и мне тут один, да, мой знакомый говорил о том, что люди, которые богатые, да, они достаточно этим очень серьезно увлекались, свои дома там перестраивали, чтобы эту энергию ловить, все там по здоровому образу жизни, а по ночам, говорят, клубы и кокаин, то есть алкоголь, клубы, кокаин, а утром опять, они здоровый образ жизни, опять эту энергию, слушайте, ну вот, я не знаю, в общем, можно думать самим, да, и дальше предлагают, это помогает ли рэки разбогатеть, то есть тема одна, рэки деньги отлично ладят между собой, и дальше тут вот некий Оле Габриэльсон, он предлагает людям определенную систему, которая уже не только дает три посвящения рэки, а вот я не буду все зачистывать, тут зачитаю последнее, рэки баланс, алмазные рэки, кристаллогическая рэки, ДНК рэки, рэки родовая травма, рэки локация, рэки прошлой жизни, ну мы понимаем, чем больше ступеней, тем больше, в общем-то, заработка, и хочется так сказать, если люди считают себя православными, и занимаются всеми этими бесовскими практиками, ну не предавайте вы Христа за мзду неправедную, известно, как закончил тот же самый, о котором уже говорили Иуда Скариот, пошел, взял веревку, пошел и удавился, потому что благополучие земное в конечном итоге никогда не приносят человеку того счастья, которого он от него ожидает, поэтому всякая надежда вместо Бога на было получив земное, он рано или поздно приводит человека в отчаяние, уныние, потому что те надежды, на которые он возлагал на земное богатство, они, он видит, что не принеси ему, не принеси ему того желаемого комфорта, о котором он мечтал, почему? А потому что человек это не только набор рефлексов или симптомов, человек это образ подобия Божия, человек не может в этой жизни найти полного спокойствия и счастья, о котором он мечтает, кто это только нам не предлагал, это предлагал, как тоже говорил и Эпикур, еще в древние времена, когда там он говорил, что наслаждение это высшее счастье, это предлагали, далеко если не ходить, и наше тут недавно, атеистическое будущее, когда через гулаги хотели все эти коммунисты построить здесь царствие Божие на земле, но мы видим, что ничего этого не произошло, невозможно построить всеобщее благо на земле, это заведомый обман, почитайте историю, поэтому может быть получше немножко, может быть похуже государственный строй, но идеальный, так как его рисуют, он никогда здесь на земле быть не может, но всякий человек, который фанатично в это уверовал, или в какой-то там канал Рэйки, который принесет им и здоровье, счастье и деньги, или там в какой-нибудь фэншуй, или очередной цигун, и прочие медитативные практики, где он найдет полный покой, сразу нужно сказать, это обман, это дьявол, там как раз в Эдемском саду предлагал, без Бога это полное счастье, будете как Бога, без Бога, когда он говорил, вот возьмите этот плод запретный, но мы видим, что произошло с человечеством, а произошло то, что люди отпали от Бога, в мир, в мир и в человеческую природу вошла смерть, и как сказано апостолу Павлу в послании к Римлянам, 5.12, как одним человеком, смерть вошла в мир, так перешла и во всех человеком, поэтому не будем умножать это беззаконие в своей жизни, будем крепко держаться нашего исповедания, и помнить о том, что если говорить о сегодняшней теме, о Рэйке, что учение Рэйке чуждо христианства, и ничего общего с христианством она никогда не имела, как сказано в Евангелии от Матфея, это слова спасителя, 16.28, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а именно энергия Рэйки направлена на это, приобрести весь мир, да, улучшить свое здоровье, но спаситель говорит так, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Поэтому в послании апостола Павла к евреям апостол Павел пишет, 12 глава, 10 стих, те наказывали нас, то есть он говорит о родителях, о физических болезнях, физические болезни могут быть даже полезными, как пишет апостол Павел для духовного здоровья, и говорит о родителе, что тех наказывали нас, родители, по своему произволу для немногих дней, то есть чтобы исправить наше состояние, а сей, то есть Бог, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. То есть мы видим, что эти скорби и болезни нам посылаются для нашего исправления, и избежать их любыми путями, прелюбегая к таким вот безовским методам, как рейки, ну это край безумства человека, ну и скорее всего в большей степени это делается по неведению, по невежеству. Люди в сектах, которые сегодня находятся, они попадают туда именно из-за того, что не знают основ православного исповедания, хотя себя считают православными христианами. Ну пора не только себя такими считать, но пора и быть христианином уже. Сегодня есть для этого все. И Господь нас призывает, что и говорит, что в Евангелии от Матфея 6.33 «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное здоровье, средства, деньги, если это нужно, будет нам в той мере, все остальное, какое будет полезно для нас, все остальное приложится нам». Поэтому человек думает, что если он приобретет, некоторые даже питают, вот одна женщина пришла на прием в Центре реабилитации и сказала, что она попала в секту Рэйки. Я спросил у него, какая причина, и она сказала, что я думал, что если разбогатею, а благие намерения были, или, например, обрежу практику и целительство, что я смогу помогать людям, а другая говорила, что если разбогатею, то я смогу помогать храмам даже, да, и приносить какие-то пожертвования в храм, может быть. Одна даже была мечта там построить и детский дом, и чтобы дети там могли жить, и как-то вот, да, помогать им, но мы видим, что здесь все это благими намерениями, то, что называется дорога стелится в ад, и действительно люди по своему незнанию начали обращаться вот к этим потокам так называемой энергии. И вот, действительно, чтобы здесь решить, дар Божий, нужно помнить, как апостол Павел пишет в Последний Крим на 6.23, что дар Божий жизнь вечна во Христе Иисусе Господе нашему. Поэтому, если нужно будет подать какое-то богатство, то Бог нам его подаст, а не подает. Знаете, по какой причине? Я бы хотел тоже закончить такую-то историю, может быть, когда один человек он был бедный, но очень добрый. И когда люди к нему приходили, то он делил свою келью с этими всеми прохожими, которые там странники, кормил их, все там делил, хлеб пополам, чашку каши там, которую не оставалось, половину страннику отдавал, половину себе. И один монах молился о нем и говорил, Господи, дай ему побольше денег, смотри, какой человек добрый, вот он способен будет тогда творить добро в больших размерах. Но Господь через ангелам и говорил, ему не полезно. Он все-таки настаивал, он говорит, ну хорошо, настаиваешь, посмотри. И Бог дал ему денег столько, он был землекопом, и он копал очередную траншею и нашел там столько денег, что всю ночь на тачке возил и все свое, свой этот маленький домик забил полом, что даже уснул у дверей так, что подпер дверь спиной, чтобы оттуда это золото не вывалилось. А утром, когда он проснулся, то он это золото все нанял там телеги, лошадей, и все это золото ушел в страну долечие, там его сделали великим человеком, ну с деньгами мы знаем, они принимают во всем этом, и на Западе, и в Америке, куда бегут, там их, если деньги есть, то примут. И вот его тоже там приняли, но он стал настолько злой, что когда шел по городу, что-то там ел на ходу, его просили подать, он в людей плевал и отгонял их от себя. То есть, получив это богатство, он стал человеком жадным, и поэтому Господь видел, что это было ему совсем не полезно. Есть и другая категория людей, опять же, скажу из своей практики, которая ищет вот такое вот, какое-то исцеление от разных болезней. Занимаются йогой, как мы видели, которая вообще никак себя не позиционирует как такая система, которая дает человеку здоровье и оздоровление. Там совсем другие цели. Йога – это аскетическая практика, как мы помним из предыдущей беседы, аскетическая практика индуизма. Это одна из школ индуизма. И цель там совсем другая, слиться с величинством абсолютом. На здоровье там речи не идет. Тело лишь оздоравливается, в той или иной мере, то есть укрепляется именно для того, чтобы выходить в астрал. И очень многие люди, которые, в общем-то, есть обычные физическое упорождение, есть и традиционная медицина, но я так по своей практике заметил, что есть люди, которые, на мой взгляд, ищут каких-то приключений во всех этих экспериментах над своим здоровьем и прочих, обращения к различным таким вот, в общем-то, бесовским практикам. И мне тут вспомнился один такой фольклор, который я еще слышал совсем в раннем детстве, как родился один мальчик, для искателей приключений, и у него на животике была замочная скважина, есть пупочка. И тогда этот мальчик всю жизнь бегал-бегал и искал ключик. А когда он нашел этот ключик, вставил в замочную скважину, повернул, а у него седалище отвалилось. И поэтому тем людям, которые ищут различные приключения, чтобы поправить свое здоровье или финансовые какие-то моменты, хочется сказать, ну тут надо быть очень осторожными и не искать приключений на известное место. Поэтому будем, братья и сестры, внимательно к слышным, чтобы не отпасть, будем очень аккуратно относиться к своему духовному миру и помнить о том, всегда об этом повторяя, не все, что с неба, то от Бога. И, как говорит Спаситель, горе человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.